Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Это очень интересная область, интенсивно развивающаяся, поэтому мы с вами сегодня обсудим то, где мы находимся в данный момент. Действующая классификация меланомы существенно отличается от своего предыдущего варианта, который был в большей степени описательным и базировался на морфологических изменениях или на тех изменениях, которые мы могли обнаруживать при исследовании опухолей фактические или феноменологические. Действующая же классификация, она в большей степени патогенетическая, и нам известно, что основным этиопатогенетическим фактором в развитии меланцитарных опухолей является ультрафиолетовое излучение. И на основании дозы этого излучения или кумулятивного солярного повреждения, так называемого, CSD, эта аббревиатура обозначает, все меланцитарные опухоли могут быть разделены на три большие группы. Это опухоли, которые ассоциированы с низким уровнем кумулятивного солярного повреждения, и в первую очередь в эту группу попадает самая частая меланома кожи, это поверхностно распространяющаяся меланома. Имеет смысл обратить внимание, что это наименование на сегодняшний день не является описательным, это нозологическая единица. И, к сожалению, с учетом того, что в классификации многие термины остались прежними, а та информация, которая за ними скрывается, она существенно изменилась, возникают различные терминологические недоразумения. Так вот, имеет смысл все-таки у патолога уточнять, что он имеет в виду, когда называют меланому поверхностно распространяющейся, скажем. Это характер роста, либо это его определение нозологии. Следующая группа, не очень большая, это опухоли, которые ассоциированы с высоким или очень высоким кумулятивным солярным повреждением. Это те опухоли, которые развиваются на коже, подверженной постоянной инсоляции. И одним из ярких представителей этой группы является лентигомолигномеланома. Опять же, к терминологической путанице зачастую многие меланцитарные образования кожи и слизистых оболочек проходят лентигенозную фазу роста. Это так называемая фаза радиального роста. Так вот, лентигенозный рост не эквивалентен лентигенозной меланоме, потому что на сегодняшний день в действующей классификации лентигенозная меланома – это отдельная нозологическая единица, которая входит в определенную патогенетическую группу. И есть большая гетерогенная группа образований, которые не ассоциированы с солярным повреждением кожи, либо с инсоляцией, либо ассоциированы с низким уровнем ССД. И на самом деле на сегодняшний день мы считаем, что это может не играть никакой роли в их патогенезе. Он реализуется за счет других механизмов. Как пришли вот к такому подразделению? Безусловно, это благодаря достижениям генетики в первую очередь и тому, что на сегодняшний день мы можем сказать, что опухоли, которые развиваются на фоне инсоляции, характеризуются определенным паттерном генетических изменений. Это так называемая ультрафиолетовая сигнатура. Вы видите, опухоли с High-ССД и Low-ССД ассоциированы строго с наличием такого характера повреждения ДНК. Он из себя представляет множественные точечные однонуклеотидные замены. Очень характерен, очень выявляется. И меланома, мы знаем, является одной из опухолей, которая характеризуется самым высоким количеством мутаций. Это приводит к тому, что, вы видите, эти опухоли ассоциированы с высокой мутационной нагрузкой. А мутационная нагрузка является одним из предикторов эффективности иммунотерапии, скажем. Если мы посмотрим на другие группы, кральные меланомы, вне кожаные меланомы, спецоидные опухоли, они не ассоциированы ни с ультрафиолетовой сигнатурой и, соответственно, имеют гораздо ниже уровень мутационной нагрузки. И эти феномены определяют, почему эти опухоли не так эффективно лечатся, скажем, иммунологическими препаратами. Но, тем не менее, есть целый ряд канонических путей патогенеза. Это и, в первую очередь, пути, которые задействуют регуляцию клеточного цикла, и П53, и различные модификаторы хроматина, и активизация так называемой мапкиназного пути. Но если мы посмотрим, то в разных группах меланцитарных опухолей эти пути либо активизируются на разных уровнях, либо активизируются за счет различных механизмов. Зачем это нужно знать клиницистам в первую очередь? Потому что в зависимости от механизма развития опухолей или от того, в какую патогенетическую группу он попадает, мы можем ожидать или прогнозировать разную частоту, в первую очередь, таргетируемых мутаций, таких как BRAF, и таким образом предсказывать, в том числе, эффективность терапии отчасти. Итого, у нас есть на сегодняшний день 9 патогенетических путей развития меланцитарных опухолей. Мы посмотрим их немножечко подробно. Табличка страшная, но не стоит ее пугаться. Помимо того, что у нас есть 9 фактически вертикальных разделов, каждый из них в соответствии с действующей концепцией еще подразделяется на определенные шаги или этапы развития меланцитарной опухоли. Это теория. Но теория довольно здорово укладывает все имеющиеся данные в логическую цепочку. Таким образом, представления нашей патогенези говорят, что есть базовое новообразование доброкачественное, которое имеет единичную мутацию. Это, как правило, невус, если мы возьмем самую частую меланому кожи, ассоциированную с низким уровнем кумулятивного солярного повреждения. И по мере накопления мутаций, в том числе под действием ультрафиолетового излучения, происходит накопление изменений, в том числе морфологических. Мы видим сначала дисплазию легкой степени, потом дисплазию тяжелой степени, меланому инситу, которая в дальнейшем прогрессирует из радиальной фазы роста в вертикальную фазу роста, и мы видим непосредственно инвазивную, толстую, там, туморогенную меланому. И вот это вот ступенчатая система, ступенчатое представление о прогрессии меланцитарных образований распространяется на все патогенетические пути, на все девять путей. Если вы посмотрите, то время от времени в табличке появляются вопросики, скажем, лентиго-малигно-меланомия. С чем это может быть связано? Мы не всегда можем выявить минимальные изменения, доброкачественный аналог той или иной опухоли в том или ином патогенетическом варианте, либо ее пограничное состояние. Возможно, это связано со скоростью прогрессии, и на момент выявления образования мы просто не видим предшественника. Либо это может быть связано, скажем, как в акральных или мукозальных меланомах, с тем, что эти опухоли не на таких открытых и доступных для осмотра участках располагаются, и мы просто реже выявляем ранние минимальные изменения. Но тем не менее, опять же, вы видите, что набор мутаций, частота мутаций, которые встречаются при тех или иных патогенетических механизмах, могут существенно различаться. И таким образом, если мы можем определиться с тем, к какой патогенетической группе относится опухоль, мы можем говорить о предполагаемой частоте или вероятности выявления тех или иных мутаций. На что еще имеет смысл обратить внимание? Это, скажем, меланома, которая развивается из голубого невуса. Считалось длительное время, что эта опухоль все-таки кожная. Но если мы посмотрим на молекулярный профиль, то по набору мутаций она очень близка к меланоме интракраниальных локализаций, к меланоме глаза, либо к меланоме мягких мозговых оболочек. И совершенно другой набор мутаций. И, соответственно, нет никакого резона ожидать, что эти опухоли будут отвечать на таргетную либо иммунотерапию, как кожные меланомы в первую очередь. Но вернемся немножко к морфологии. Мы видим такой этапный патогенез. И отчасти современные представления сложились из того, что зачастую морфолог сталкивается с изменениями на очень разных этапах развития. И для того, чтобы поставить диагноз меланомы, мы должны оценить целую массу различных параметров, как архитектурных, так и цитологических. И не только степень их выраженности, их наличия, либо отсутствия. Но также мы должны оценить вес каждого из параметров с учетом различных клинических данных. Это может быть пол, возраст, гормональный статус, локализация опухоли. Потому что для так называемых меланоцитарных образований специальных локализаций или специальных сайтов вес тех или иных параметров может отличаться от такового для гладкой кожи. Понятное дело, что целая масса внешних факторов, которые делают этот диагноз очень субъективным. И нередко мы, конечно, сталкиваемся с очень гетерогенными, разнородными, зачастую диаметрально противоположными мнениями патологов в отношении одного и того же образования. И для того, чтобы стандартизировать подход и повысить воспроизводимость морфологического диагноза, помимо качественных критериев, ВОЗовская классификация предлагает еще целый ряд количественных параметров. Как в плане архитектурных, так и в плане цитологических. И на сегодняшний день ярким примером этого может быть диспластический невус. Диспластический невус – это не просто меланоцитарное образование, которое имеет какую-то дисплазию архитектурную или цитологическую, либо какое-то отличие от того, что мы ожидаем увидеть в банальном невусе. С точки зрения морфолога, нозологическая единица диспластический невус на сегодняшний день имеет четкое качественное количественное определение. И неизбежно мы столкнемся с тем, что образование, которое мы исследуем, не соответствует этим критериям или какому-то из этих критериев. И, в общем, довольно прорывным для классификации является то, что помимо того, что она нам предлагает концепцию, которая говорит о том, что мы находимся в континууме, то есть одной границей спектра является доброкачественное образование, противоположной границей спектра является, безусловно, злокачественное образование с высоким риском агрессивного течения, и что на этапе от одного к другому есть определенные вехи, или реперные точки, каждая из которых имеет определенные качественные количественные характеристики. Но при этом классификация говорит нам, что мы неизбежно можем столкнуться с чем-то, что находится между теми точками, которые имеют определение. И на сегодняшний день у этих образований довольно широкие границы, но у них есть наименование. Мы можем их стандартизованно назвать. Это позволяет нам, опять же, повысить воспроизводимость морфологического диагноза, если все мы придерживаемся тех критериев, которые обозначены в классификации. Это приводит к тому, что классификация нам предлагает целый ряд определений или категорий, которые связаны с прогрессией до меланомы. Это, с одной стороны, поверхностные образования, которые имеют ряд характеристик, свойственных злокачественной опухоли, но они недостаточны для того, чтобы поставить диагноз меланомы. Это могут быть опухоли с не только поверхностным, но и дермальным компонентом, которые также не соответствуют всем критериям или соответствуют части критериев злокачественного образования. Это может быть образование с набором молекулярных перестроек, большим, чем мы хотели бы видеть в доброкачественном образовании, но недостаточном количестве, чем мы ожидаем увидеть в меланоме. Это может быть образование, которое морфологически соответствует всем критериям меланомы. Но мы ожидаем на основании клинико-эпидемиологических характеристик и особенностей конкретного пациента, что оно будет вести себя более благоприятно, чем у пациента другого, скажем, пола или возраста. И есть групповое понятие, которое позволяет объединить все промежуточные образования с неопределенным прогнозом. Но что нужно сказать? На самом деле вот эти все термины, которые я сейчас перечислила, по большому счету это образование, которое ближе к доброкачественному процессу по своему течению, чем к настоящей меланоме. В этом смысл, чтобы подразделить эти опухоли, которые имеют определенные морфологические либо генетические признаки атипии или дисплазии, но они текут как доброкачественное образование, тем не менее имеют относительно низкий риск прогрессии, гораздо ниже, чем меланома. Для того, чтобы говорить о том, что образование промежуточное, но при этом с высоким риском течения, близким к меланоме истиной, оно должно иметь очень высокую, очень тяжелую степень дисплазии. Поэтому если вы сталкиваетесь с промежуточным образованием и речь идет об исследованном адекватном материале, адекватно взятом, ориентированном, то это скорее хорошо, чем плохо. Понятное дело, что такое обилие терминов, в том числе многосоставных, сложно переводимых и сложно произносимых, приводит к тому, что неизбежно, особенно если человек редко сталкивается с такой патологией, возникает диссонанс, что делать с этим, что это значит, надо все бросать и все отрезать, или наоборот. И опять же есть решение, которое, на мой взгляд, довольно эффективно может быть использовано в клинике, оно позволяет патологу транслировать все его соображения в простые, воспроизводимые для клинициста категории, которые подразумевают определенные простые действия. Это так называемый ПАД-ДХ классификации, это аналогом ее называют система классификации по БАЙРАЦ, то есть это пять простых классов, каждый из которых подразумевает конкретные действия в зависимости от того, какой класс выставлен. И патолог может отнести любое промежуточное образование к тому или иному классу, и клиницисту будет понятно дальше, что с этим делать, и в то же время ему будут очевидные сомнения или метания патолога, которые заставили его выставить образование как промежуточное. Ну, нужно, в общем, оговориться о том, что такая возможность называть образование неопределенными или неопределенным потенциалом злокачественности, она довольно соблазнительна, и вы должны понимать, что в ряде случаев, если мы имеем дело с неадекватно ориентированным материалом либо с неадекватно взятым материалом, то часть образований могут попадать артифициально в категорию промежуточных в силу того, что мы просто не имеем возможности адекватно оценить те или иные параметры. То есть это не говорит об истинной промежуточной биологии образования, это говорит о том, что есть различные артефакты или условия исследования материала, которые не позволяют оценить те или иные параметры или критерии, из-за чего патолог, в общем, использует такую категорию промежуточную, как определенную палочку-выручалочку. Ну, собственно, это все, что я хотела сказать. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!